Добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад пригласить вас в нашу виртуальную студию и познакомиться, встретиться еще раз с замечательными гостями из Филадельфии. И таким образом мы становимся гостями в ваших домах. Итак, с нами сегодня София Тамаркина. Я приветствую вас, София! Здравствуйте! Рада быть с вами! Я знаю, что вы говорите «рада», несмотря на то, что мы видим фотографию вашей замечательной бабушки. Я помню, как вы рассказывали о ней и о своей связи с еврейской традицией, которая была, так сказать, ею инициирована в каком-то смысле. И мы находимся с вами в очень непростое время и карантина, и эпидемии, когда мы вокруг нас теряем очень многих близких нам людей. Поэтому, прежде всего, я хочу выразить вам соболезнование, посвятить нашу эту передачу и ее памяти. Спасибо большое! Я очень рада, что я могу участвовать в вашей передаче. Особенно мы только что отпраздновали очередной День Победы, 9 мая. И моя бабушка, которая вздохнула последний раз на прошлой неделе, в среду. И, слава богу, она прожила длинную жизнь, ей было почти 96 лет. Но это поколение, которое от нас уходит, оно имеет невероятные уроки, и это поколение имеет невероятную силу. И поэтому этот момент жизни, когда мы вспоминаем всех этих людей, которые прожили такие сложные жизни, и, тем не менее, они продолжали улыбаться, они продолжали верить. И вот я хочу использовать эту возможность, быть вашим гостем сегодня, рассказать пару слов о судьбе моей бабушки Зелдой. И в честь нее, конечно же, уделить внимание всему этому невероятному поколению людей, которые пережили очень сложный год. Мы слушаем вас, и, конечно, прежде всего, хотим узнать, откуда ваша бабушка, где она родилась. Моя бабушка родилась в 24-м году, прямо после революции, да, молодых наших слушателей в городе Самаре. Ее мама умерла от родов ее младшей сестры, и она осталась сиротой почти в возрасте трех лет. Поэтому она росла в очень непростых условиях. Папа все время работал, это были 20-е года, 30-е года. Я думаю, что многие наши слушатели знают исторические факты тех сложных лет жизни и повода. Поэтому она была часто одна со своими двумя сестрами, папа работал. И они выживали, и были благодарны всему, что у них было. И вот, опять же, смотря на наше поколение сегодняшнее, как мы часто не ценим то, что у нас есть. И как часто это огромное количество, огромное количество подарков, которые нам творец дает, мы просто принимаем как должное. Тем же с карантином. Нам хочется выйти из дома, нам хочется каких-то новшеств. Но, тем не менее, мы живем в огромных, многие из нас, квартирах, домах, у каждого есть своя кровать. Это поколение, они часто жили все в одной комнате. Спала моя бабушка с двумя сестрами на сундуке. Платье у них было одно, и они делились им, чтобы ходить на танцы. И они пережили страшные годы, голода, репрессий, войны. И я думаю, что, читая истории этих людей, у нас есть очень даже чему поучиться. Вы знаете, вы упомянули город Самара, и я хочу предложить вам, может быть, я знаю, что вы путешественницы, вы любите ездить в разные места. И я бываю в России, и там есть еврейская молодежь, и мы с ними встречаемся иногда в Москве, иногда в Петербурге. Там есть такая российская, российский еврейский молодежный конгресс. Это как раз объединяющий, так сказать, евреев периферии, скажем так. Самара – это центр еврейской жизни сегодня. У меня столько друзей в Самаре. Вы бывали в Самаре? Вы знаете, моя бабушка, когда ей было 9 лет или около этого, она переехала в город Саратов, где я и родилась, что очень близко от Самары. Но в Саратове сейчас тоже молодежная еврейская жизнь, и это очень тяжело поверить, потому что моя бабушка, последние годы я имела честь приходить к ней каждую пятницу и делать ей кедуш. Молитва на Шаббат утром в пятницу, символично, конечно, потому что в Сам Шаббат я уже была дома со своей семьей, и она даже не могла припомнить, чтобы она эти молитвы слышала, потому что она родилась в 1924 году, и даже если ее папа что-то там выполнял, он это делал так скрытно, чтобы она и ее две сестры этого не видели, не слышали в советское время, в советской школе, это было опасно. Поэтому я не могу сказать, что она вспомнила молитвы. Она их, может быть, даже никогда и не знала, а если знала, то не так, чтобы их вспомнить. И вот эта история, часто я рассказываю своим американским друзьям, насколько невероятно каждая история, каждая судьба еврея из Советского Союза, который решил вернуться к своим традициям, который хоть что-то соблюдает, насколько это невероятно. Потому что вот человек, рожденный в 1924 году, и почти проживший 100 лет, моя бабушка Зелда, она уже была, к сожалению, оторвана зверски от своих традиций, и все это поколение. То есть, естественно, она не могла своим детям передать наши традиции, ну и, естественно, уже нашему поколению, а мы своим. Поэтому каждый русский еврей, советский еврей, который вернулся, возвращается или слушает нашу с вами передачу, это невероятная душа. Это люди, которые ищут правду, несветлые люди. Я искренне восторгаюсь. Знаете, один из моих друзей из Петербурга, из Ленинграда еще в те годы, когда-то мы открыли здесь школу Синаи Академии, вдруг они. И он говорил, когда я захожу в класс, то я веду, я чувствую, что в вашем классе продолжается борьба, война, как с фашизмом, так и с большевизмом. Потому что, хотя кажется, вы упомянули 9 мая, кажется, фашизм побежден, но ведь страх евреев перед Холокостом, желание спрятаться, не высовываться, точно так же и последствия ассимиляции вот того зверского отношения к нам, оно, к сожалению, ведь продолжает жить. И потому борьба с ним, вот мы сейчас с вами, казалось бы, просто вот ведем, так сказать, такой милый разговор, а но с другой стороны мы даем бой. И пусть этот бой будет, так сказать, заслугой бабушки, вашей ее душе и всему этому поколению, которое прошло через огонь, воду, медные трубы, и несмотря на что, они все-таки остались евреями, и они что-то еврейское все-таки вам передали. И вот если бы я спросил у вас, да, молитву она вам не могла передать, а что-то она вам передала, что в конце концов вас вдохновило... Вы знаете, во-первых, я думаю, что наши слушатели сразу же согласятся со мной, когда я скажу, что есть что-то такое, еврейская душа еврейской матери и бабушки, да, Идыша-мама, песня, которую поют, песню, которая поет душа. Моя бабушка говорила на Идыши, она пела еврейские песни. И вы знаете, мне кажется, что музыка и песни, они идут из души в душу. Не обязательно знать, можно просто чувствовать. Моя бабушка, к сожалению, потеряла своего мужа в 34 года. И она всю оставшуюся жизнь была не просто без мамы, сиротой с детства, но и вдовой. И год спустя случилось еще одно горе. Ее младшая дочка, моя тетя, ударилась головой, упала с лестницы, с горки в детской и осталась инвалидом. И она с больным ребенком, без мужа и без мамы, прошагала эту жизнь. Несмотря на это, она пела еврейские песни. Ее душа пела и радовалась малейшим радостям жизни. И от нее я научилась, что радоваться можно всегда. И маленькие радости жизни, они составляют вот эту вот гармонию жизни. Искать большие радости часто, к сожалению, не получается. Люди ждут каких-то огромных, больших событий, что-то выиграть, куда-то там вступить, получить какую-то работу, родить детей, вырастить их и так далее. Много таких есть историй. Но радоваться нужно каждый день, каждому вздоху. И вот этому она меня научила. Она пела еврейские песни, и она меня учила радоваться жизни, быть благодарным человеком. И только годы спустя я поняла, что в этом и заключается еврейская мудрость. Она ее передала мне, даже, может быть, не понимая, откуда она ее знала. Это мудрость поколений, это мудрость споры. И когда-то я разговаривала с моим раввином, Уай-Уай Джейкобсоном, многие, может быть, слышали его классы, большой мудрец. И он сказал, что советские евреи, несмотря на то, что они не понимали, откуда идет их мудрость, откуда идет эта благодарность, любовь к поколениям, благодарность к жизни. И как-то вот не сломить нас, несмотря на все, что мы пережили. Это идет мудрость еврейского народа, которая, можно сказать, на уровне ДНК, на уровне подсознательном перешла из поколения в поколение. И я в это верю. Вы знаете, я хочу добавить и сказать, что то, что вы сказали, оно как бы вызвало резонанс в моей душе. Совсем недавно я беседовал с Борухом Гориным, который в Москве возглавляет издательство «Книжники», собственно говоря, возглавляет также музей «Толерантности», назовем его. И вот, когда мы с ним говорили о еврействе, то он говорил, что книга, не обязательно академическая, но которая рассказывает о еврейской жизни, в отношениях с семьей еврейской, она передает тот дух, который трудно сформулировать буквы закона. И который зачастую не хватает нам, если мы в этих семьях не взросли, если мы этого не видели в своей жизни. И он сказал, что вот то, что отличало советских евреев, буквально то, что вы говорите, это то, что они все прошли, все прошли. И несмотря на то, что они все прошли, они не ожлобились, так он выразился, а остались тонкими и деликатными евреями-людьми. Тонкими, деликатными, тактичными людьми. Несмотря на то, что могли бы озлобиться и, так сказать, ожесточиться. Это не произошло. И вы знаете, моя бабушка, она была врачом. Она лечила людей. Как вы понимаете, в советское время люди не лечили, потому что они с этого что-то зарабатывали. Они лечили, потому что они были врачи по призванию. Моя другая бабушка тоже была врачом. То есть многие евреи выбирали очень такие светлые профессии, да, и много отдали Советскому Союзу. Моя бабушка лечила людей, спасала людей. Она всю жизнь давала. И вы знаете, мне кажется, человек, который всю жизнь дает и любит, в конце становится любящим и дающим человеком. Как стать добрым? Давай! И эти маленькие искры, которые ты даешь, в конце повлияют на тебя. И ты посмотришь в зеркало, и ты поймешь, что ты трансформировался вот в этого вот доброго, дающего человека. Вместо того, чтобы у нее было очень много поводов в жизни страдать и быть расстроенной, плакать и, может быть, обижаться на Творца. Но она искала эти искры света, и в конце она трансформировала себя и мир вокруг себя, и нас всех, включая, конечно, меня и моих детей. Вот в этих благодарных людей, которые хотят давать и верят в то, что радоваться можно всему. В каждом дне можно найти очень много причин быть благодарным. То есть отсюда мы начинаем понимать, что воспитание — это не обязательно книги, не обязательно даже чисто формальные законы, а это быть примером. И она была примером того поведения, о котором, так сказать, в книге Торы и в нашей еврейской литературе это превозносится, об этом говорят, об этом пишут, а в этом видели. И она удивительным образом таким человеком была. А скажите, пожалуйста, если перейти немножко шаг вперед с моей стороны и спросить. Вот мандарцы говорят, если у человека есть сын, дочь, внучка, праведники, то он как будто не умирает. Потому что он продолжает жить в душах своих детей и внуков. Вы знаете также такое выражение «музей Ядвашем», правильно? А Ядвашем ведь на иврите — это рука и имя. И это слова пророка, который обращается к еврейскому народу и говорит, те евреи, которые погибли без детей, то я, Всевышний, буду вам рукой и именем. Речь идет о… мы так понимаем, что речь идет о всех евреях, которых вырезали семьи, родители, дети вместе. В частности, речь идет о Холокосте. Ну а какая же память о них? И Всевышний говорит, я буду им память. Но там, где есть дети и внуки, то там то, что не может сделать бабушка, делает внучка. И она продолжает память о своей бабушке нести и делиться ею. В частности, то, что мы делаем сейчас, мы делимся памятью о вашей бабушке, вдохновляем наших телезрителей. Но, тем не менее, о том, что делаете вы. Скажите, я знаю, что вы, я признаюсь, моя жена мне говорит, что она читает ваши статьи в Хаббат-да-Торг, правильно? Или в Хаббат-да-Торг? Она говорит, она мне посылает… она, моя жена, читающая по-английски, естественно, да, она говорящая. Она посылает ваши статьи, она потрясена, она, так сказать, она… ей очень нравится. Очень многие люди вдохновлены удивительным даром, так сказать, того, что вы делаете на английском языке. Мы рады вас приветствовать здесь. Как вы считаете, что вы сегодня можете сделать для того, чтобы ее память продолжить? Я очень благодарна вам за этот вопрос, потому что я хочу рассказать вам невероятную историю, которая произошла вот как раз в момент трагедии. Бабушка моя, Зелда, дочка Давида, пусть эта передача будет посвящена честь ее души, также всех людей этого поколения. Она ушла в среду, и сейчас, как вы знаете, с эпидемией коронавируса очень тяжело человека похоронить. Пять лет назад я посещала фандрейзер. Я не знаю, как перевести это на русском язык, фандрейзер, да? Как это правильно сказать? Ну, сбор средств, сбор средств. Очень просто. Что нужно, да, для того, чтобы была открыта синагога, еврейская школа? Понятное дело, да? Это было в реформистской синагоге, и подали еду, которая была не кошерная. И, в принципе, я небольшой едок, но мне было очень как-то не по себе. Как ни говоря, пусть это евреи-реформисты или даже не считающие, там, атеисты, но евреи есть евреи, душа у него еврейская. Поэтому я подошла к организатору и попросила как бы узнать, как можно сделать так, чтобы в следующий раз еда была правильно кошерная. Я даже предложила свои средства, там мы говорили о небольших средствах, но тем не менее я готова была спонсировать. И для меня это дело было принципиальное, потому что, вы знаете, есть вещи, которые и зимой, и летом, правда она правда, и вечером, и утром, и когда у тебя болит голова, и когда у тебя хорошее настроение, правда она всегда одна. Правда наших мудрецов, правда нашей Торы, она вечна. И поэтому, как бы, этот человек меня запомнил. И пять лет спустя, может быть, даже больше, когда моя бабушка ушла из этого мира, мы начали заниматься похоронами и узнали, что нужно ждать пять дней для того, чтобы ее похоронить, потому что сейчас такая ситуация. И когда мы связались с директором кладбища, он меня вспомнил. Оказалось, что тот человек, который организовывал тот сбор средств для той реформистской синагоги, оказался директором кладбища. И когда он понял, что наши принципиальные взгляды не меняются, или мы просто кушаем вечером какую-то трапезу, которая неважная, или мы пытаемся похоронить близкого, мы это делаем по определенным законам. И мы не готовы на что-то закрывать глаза и говорить, это важно, это неважно сегодня, мне неловко спросить на меня, люди смотрят, да, там разная ситуация бывает. Но когда этот человек увидел, что мы стоим за свою правду, он лично пришел в 6.30 утра на кладбище, на следующее утро, нашел как бы то место, которое мы купили, организовал, чтобы выкопали могилу, и разрешил нам похоронить мою светлую бабушку в течение 24 часов, потому что он понял, что когда говорят, мы сейчас, сейчас мы евреи, а сейчас нам неловко, как-то вот здесь не хочется показывать свои принципы, да, то есть мы все бываем в таких ситуациях. Правда, она всегда одна, и тора наша начинается, как вы знаете, ну, я думаю, вы нам расскажете, да, что тора, ну, гематрию, расскажите Эммет, если можно вас попросить, гематрию Эммет, объясните так, чтобы наши слушатели... Вот смотрите, я бы сказал даже, вот если бы меня спросили, мудрецы говорят, шекер Энлораглайм, ложь, у нее нет ног. Если посмотреть на геометрическую форму каждой из этих букв, там три буквы шекер, то они все на одной ноге стоят такие, да, а в слове Эммет три буквы, Алиф, Мэм, Эта, они, каждая на двух ногах, подговорится, а вот правда, она стоит на ногах, и она проходит проверку времени, если говорить об истине, истина, она проверяется временем, то есть критерий времени, вот то, что в начале и потом посередине, в конце концов, и потом говорят, обратите внимание, что буква Алиф, это первая буква алфавита. Буква Та в последнее, последняя буква алфавита, а М, это самая середина, поэтому, так сказать, вот, да, мы последователи... Кстати, знаете, интересно, что слово вера, некоторые думают, что я верю в Бога, мудрецы говорят, слово вера, это не означает закрытыми глазами, если человек, например, верит, я верю в закон тяготения, или я верю в законы Эйнштейна, их не надо верить, их надо знать. А что же такое вера? То есть, и верить в законы мироздания духовные, их надо знать, эти знания направляют сердце свое. А что означает вера? Это верность. На иврите слово имуна, это верность, это верность себе. Если у тебя есть твои принципы, и ты в соответствии с этими принципами живешь, то ты их не предаешь, ты не предаешь себя. Это твое чувство собственного достоинства. Мне кажется, что в данном случае, это было еще свидетельством одного закона мироздания, мы говорим, митцва, гурерат митцва, одно доброе дело, приводит доброе дело, поскольку вы заступились за честь еврейского народа, и вы, русская еврейка, на собрание американских евреев, подошли и попросили, чтобы все-таки, когда собираются евреи в еврейской армии, в израильской армии, есть правила, религиозные, нерелигиозные, есть кашрут. На еврейских сходках, на которые приходят разные люди, хотят, чтобы у всех было возможно взять кусок в рот, а не только у тех, которые кашрута не соблюдают. Поэтому, как правило, создают консенсус. И вы выступили за, так сказать, вот такого рода честь, если хотите, еврейского народа, на собрание, на котором собрались евреи, и Всевышний вас наградил. Потому что человек, к которому мы подошли, он вас заполнил, и поскольку вы не побоялись, и вы с уважением к себе и к своей традиции попросили его о том, как он должен тоже уважать других евреев, то он из уважения к вам поехал в 6.30 утра. Иногда мы боимся наше евреество показать, стесняемся, правда? Жмемся, думаем, а, подумают, я религиозный, и не будут ко мне с уважением относиться. А здесь урок, который вы нам преподнесли, такой. Если ты хочешь, чтобы тебя уважали, научись сначала уважать себя. Я с вами абсолютно согласна. И вот, ответив на ваш вопрос, я повторю ваши слова. Самое большое, что мы можем сделать для самих себя, это не врать самим себе. Мы евреи, мы рождены евреями, мы должны жить, как евреи. Конечно, процесс роста у каждого свой. Потихоньку люди начинают зажигать шаббатные свечи, что-то изучать, находят передачи на Ютубе, да? Но вопрос, куда мы идем по этой лестнице жизни. И когда мы честны самим себе, мы честны перед Творцом и Творецом, открывает для нас дороги и зажигает свет, который мы даже не знали, что существует. Поверьте, те годы назад, когда я подошла и попросила кошерную еду для евреев, я понятия не имела и не могла предположить, что этот человек когда-нибудь сможет так помочь мне и моей семье. Когда мы чисты перед самим собой и мы не предаем наши принципы, то мы точно получим в ответ зеркальное отражение света, зеркальное отражение мудрости и, дай Бог, здоровья и долгий год в жизни. Вы знаете, в мгновение я хочу привести пример. Я когда-то выезжал из Советского Союза, еще был студентом. И для того, чтобы подать документы на выезд в Израиль, я должен был прийти к ректору, к декану факультета и попросить их справку о том, что у них нет ко мне претензий в связи с моим выездом в Израиль. Это было все равно, чтобы прийти и сказать, что я предатель Родины. Это было очень страшно. Кое-кого у нас в институте избивали в таких ситуациях. Они выходили из кабинета и кто-то на них набрасывался. И когда я подошел, я был удивлен, что когда я приходил и говорил, что я уезжаю в Израиль, с каким уважением они ко мне относились тогда. И это был, наверное, первый урок. Я хочу спросить у вас, но остается несколько минут. Я слышал, что вы или встречались, или будете встречаться с какой-то удивительной женщиной, у которой, скажем, потрясающая история. Я хотел бы ее услышать. Вы знаете, эта история очень уникальная. Она описана на интернете на Хаббат, на английском языке, на хаббат.org. 26 мая будет очень невероятная конференция. Встреча меня с человеком, о котором я пишу. 10 лет назад, навещая Сингапур, я встретилась с китайской девочкой, которая мечтала стать еврейкой. Когда я зажигала шаббатные свечи, она вышла из-за занавески и спросила меня, если я настоящая еврейка. Вот так и спросила. Я, конечно, русская, советская еврейка, была не уверена, если я настоящая еврейка. Я песни знаю, бабушка мне пела на идыше. Ну, я сама училась, пыталась научить себя, что это такое быть настоящим. И у нас с ней была очень глубокая тема, беседа. Она мечтала присоединиться к еврейскому народу. И мы расстались с ней 10 лет назад. Она меня очень вдохновила, потому что я увидела иудаизм через ее глаза. И через 10 лет я написала статью про эту встречу. И когда она вышла на хаббат.org, который читают, может быть, даже миллионы людей, люди начали мне говорить, что они ее встречали на земле, на земном шаре. И еще через три дня она мне позвонила на телефон, она меня нашла. И она живет в Лондоне. Ну, я вот сейчас испорчу вам конец, расскажу, чем заканчивается история. Ну, придется, потому что очень хочется договорить эту фразу. Она живет в Лондоне, она прошла полностью ги-юр. Она стала ортодоксальной еврейкой. Она носит длинные юбки, как она мечтала. Она замужем за раввина, что это просто мечта. Причем она замужем за итальянского раввина, и теперь у нее итальянская фамилия. И она преподает в школе для еврейских девочек. И все ее мечты сбылись. Она живет в Лондоне. И вот 26 мая в 4 часа по нью-йоркскому времени мы с ней будем делать на khabat.org Zoom. Пока я точно не знаю, как это все будет происходить, но это очень волнительная такая ситуация для меня и для нее, потому что она меня очень сильно вдохновила, потому что, как мы все знаем, иногда, когда мы пытаемся кого-то вдохновить или научить, в ответ, да, мы сами уходим, когда на тан, на еврейте давать, его можно прочитать с двух сторон, да, то есть когда мы даем, мы в ответ получаем. И я, рассказав ей, кто такие евреи, и как вообще устроена наша еврейская мудрость, и тора, и жизнь, она так сильно вдохновилась, что вот она как бы продолжала настаивать на том, чтобы ее приняли и научили, и так далее. Дорога у нее была очень сложная, но я, расставшись с ней, тоже очень сильно трансформировалась, и моя дорога тоже пошла вверх по лестнице моей жизни, и после этого я начала ходить к своей бабушке, Зелви, делать ей шаббат, и ценить каждую молитву, каждую традицию, каждое слово, и благодарить Творца за то, что мне не пришлось пережить все сложности, которые пережила вот эта вот девочка, которая рождена в Китае, и нашла свою дорогу обратно к еврейскому народу. Вы сказали удивительную мысль «обратно». Я думаю, что наши селезители, наверное, бы удивились, что значит «обратно». А мудрецы говорят, что в тот момент, когда происходило дарование Торы, то хотя евреи, как народ, сказали «исполним и поймем», то есть принимали они Тору с любовью и энтузиазмом, а казалось бы, другие народа нет, сказали мудрецы, что среди других народов рассыпаны искры святости, и также были души, которые приняли, и в каждом поколении эти души ищут путь обратно. И в этом причина изгнания. Мы оказываемся в изгнании не только, как сказать, наказание за грехи, за то, что был разрушен храм, но еще и потому, что мы исполняем свое предназначение. И вы, когда путешествуете по миру, оказываетесь, где бы вы ни были, в Австралии, в Новой Зеландии, или вы оказываетесь даже в Сингапуре, то это потому, что вы ищете эту искру святости, душу, которая возвращается обратно. Кстати, о рудмоавитянке, прабабушке, царя Давида, сказано, что она вместе с Неоми, своей mother-in-law, как сказать, тещей, нет, тещей? Свя-кровь. Свя-кровь. Что они вернулись, и мудрецы говорят, подождите, та действительно вышла из Израиля, пошла в Муава, она возвращается, но руд ведь никогда в Израиле не был, почему не сказано вернулась? Именно то объяснение, которое дали вы, то есть то, что сказали вы. Я хочу пожелать, наверное, нам всем тоже помнить, на этой ноте я хотел бы вам помнить, и праздник Даравания Тора нам это напоминает, что евреям не столько рождаются, сколько становятся. И вот такие люди, как вот эта китаянка, которая стала еврейкой, они напоминают нам, что в каком-то смысле и мы тоже должны стать, а с другой стороны, ваша бабушка, она указывала все-таки нам путь. Ваша бабушка вам, моя бабушка мне, то есть наши бабушки, они указывали нам путь, а это тоже, безусловно, история, которая, так сказать, вместе становится благословением. Хочу вас поблагодарить, и чтобы ее память была благословенна, и чтобы мы с вами встречались только на радостях. Спасибо большое. Светите, растите, и радуйтесь тому, что у нас есть такая мудрость в Даравах. Всего самого хорошего. Продолжение следует...